Друзья, подписывайтесь на канал Севы. Парень поставил цель в 10 тысяч подписчиков к 1 сентября. Давайте поможем ему в этом. На его канале вы увидите путь от обычного подростка до топового воркаут-атлета, а также получите заряд мотивации. Ссылка в описании. Всем привет, друзья! Новая влогина. Это значит новая история. Я не помню, рассказывал ли я ее в предыдущих влогах. Скорее всего, нет, потому что я не могу вспомнить. Но сейчас расскажу, и она тоже довольно интересная. Очень много историй было в жизни, поэтому ловить. Короче, видите вот этот палец? Почему он такой кривой? Сравните с этим. Этот гораздо кривее, особенно если вот так. Видите, вот здесь. А этот нормальный. Что произошло, значит? Почему он такой? Произошло, значит, следующее. Я играл в футбол. Мы играли в здании, в зале, в школьном зале. Я не помню, когда это было. Может, лет 16, наверное, 15, не знаю. Играли в футбол. А знаете, в зальном футболе там такой мяч очень-очень твердый. Когда его бьешь, там аж ногу просто отбивает, и потом ходишь такой... Особенно если у тебя какие-нибудь там бутсы очень мягкие такие, ты ударишь, и у тебя там просто потом... Пожалеешь просто, что ударил мячик. Вот. И значит, я стоял на воротах. Как известно, в зальном футболе обычно такие правила, что там же ворота маленькие, да? И правила такие, что нельзя ловить мяч руками, потому что и так типа ворота маленькие. Если ловить руками, то это вообще жесть. Вот. Я, значит, стою на воротах, и мне летит мяч. А он летел мне прям в лицо вот. И что я буду делать? Если отходить, то будет гол. Если как бы ловить, то нормально. Вот. Я решил, конечно, поймать. И у меня так получилось, что я ловлю... А вы представляете, да, этот тяжелый мяч, он, наверное, весит килограмма два там такой просто капец. И он мне влетает, я как-то неудачно поймал, и он мне прям вот в этот палец так... И это такая боль была, я думал, палец сломал, но он как бы там опух так, болел дико очень. Потом, значит, я, наверное, на протяжении... Он на протяжении двух-трех недель очень дико болел. Ну и как бы я шевелить им мог, но... Мох. Мог. Шевелить им мог. Вот. Но... Все равно, короче, такое ощущение было, как будто что-то там не в порядке. Вот. Ну и потом он как бы прошел там, не знаю, через месяц, через два, перестал болеть, и вот получилась такая фигня. А оказывается, что он был не сломан, но там был перелом, и такой вы... Ой, перелом, говорю. Трещина была в пальце, и немного вывих, да, и получилось, что вот такая фигня теперь. Особенно очень весело, когда ты стоишь, голосуешь на дороге, и у тебя пальцы такой кривой, все угорают. Вот. Но как-то вот так получается. Вот такая вот история, ребята. Сегодня идем на тренировочку. Будем опять увеличивать отжимания на брусьях. Но у меня было уже 22 повторения почти. Сегодня нужно сделать 23. Полетели. Друзья, сегодня я вам покажу новый суперсет на пресс. Пятиминутка. Будет жестко, наш пресс умрет. Надеюсь, Колян будет делать со мной, потому что хочется посмотреть, как ему будет сложно. Хотя он делает пресс каждый день, а я уже давно не делал. Посмотрим, кто выиграет в этой зарубе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что-то Колян какого-то фига не пришел, а самому сложно снимать упражнение на пресс суперсет. Поэтому я его сниму дома и покажу свои результаты, которые у меня получились в отжиманиях на брусьях. Это что-то было сложно сегодня. Многие товарищи говорят, что если вы хотите увеличить отжимания, либо подтягивания, то вам нужно заниматься 3-4 раза в неделю. Это такой бред, потому что даже за 2 раза в неделю мышцы не успевают восстанавливаться и полностью как бы прогресс больше не идет. То есть он даже регресс идет, а не прогресс. А вы говорите 3-4. Два раза это просто максимум, а то и один даже, чтобы мышцы успевали восстанавливаться и чтобы прогресс увеличивался. Везде говно, блин. Весна офигля. Итак, друзья, я пришел домой уже. Что у меня получилось по субботе? У меня получилось в первом подходе почему-то я 20 повторений сделал, во втором 16 вместо 14, а тут было в первый раз 14. Тут еще меньше, тут больше, тут больше и тут больше. Короче, два подхода, вот этот первый и третий я закосячил. Но это ладно, бывает, наверное, потому что слишком часто тренируешься, мышцы не успевают восстанавливаться. Но сейчас я вам покажу суперсет на пресс, который будет очень мощный. Он будет состоять, значит, у нас из 5 повторений, из 5 подходов. Это скручивание на пресс 1 минута, подъемы ног лежа 1 минута, потом отдых 20 секунд, боковые скручивания, ножницы лежа 1 минута, отдых 20 секунд и удержание уголка 20 секунд. Мы будем удерживать уголок, вот тут так руки поставим и будем держать. Полетели. Ну что, полетели? Полетели Благослович Может быть, нет Субтитры сделал DimaTorzok 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 Всем пока!